Здравствуйте! Давайте сегодня рассмотрим выкройку, которая подойдет сразу для двух изделий. Эта выкройка подойдет для пошива туники, если сделать ее покороче, и если сделать длиннее, будет смотреться прекрасное летнее платье. Это платье идет с приспущенными рукавами, будет кулиска на линии плеча с возможностью присборить плечевой срез. Кулиска будет идти чуть ниже талии, глубокий вырез, но вырез это вы, естественно, будете сами регулировать, какой хотите, его можно сделать и другой формы, и, естественно, либо глубже, либо меньше. Кулиску лучше настрочить по верху изделия, предварительно сделав в ней два отверстия, для того, чтобы проходил шнурок, и кулиски, которые будут идти по плечевым срезам, просто будут вшиваться плечевой срез больше, будем делать прибавку на плечевой срез до трех сантиметров, и потом делать в разутюжку плечевой срез, и также вставляются шнурочки в кулиске, которые по плечевому срезу. Приступаем к построению чертежа. Необходимо будет начертить прямоугольник, где длина прямоугольника будет равна длиной изделия, а ширина прямоугольника будет равна 1 четвертая обхвата бедер плюс 4 сантиметра. Начертили прямоугольник, теперь определяем линию груди, талии и бедер. Линия груди, возьмите мерку глубины проймы, отложите. Талия, это мерку, возьмите длина спинки до талии, и от талии отложите вниз 16-18 сантиметров, будет линия бедер. 16-18, я говорю, у кого рост маленький, достаточно будет 16 сантиметров, если высокий рост, то это может быть и до 20 сантиметров. Кулиска будет находиться чуть ниже линии талии. Вы можете сами определить, насколько ниже вы ее хотите сделать. Возможно, вы ее хотите сделать и по линии талии, это тоже уже будет зависеть от вашего желания. На чертеже у меня представлено два цвета, оранжевый и зеленый. Зеленый это будет вперед, оранжевый это спинка. Итак, давайте теперь определимся с горловиной. Вы тоже можете взять два карандаша и сразу прорисовывать разным цветом, и будете получать сразу и спинку, и полочку. От верхней точки с левой стороны отступите вниз на 4 сантиметра, и вправо на 10-11 сантиметров, и прорисуйте. Вот у меня оранжевым цветом это идет спинка. Если углубиться на 20-22 сантиметра, до этой же точки опять-таки, прорисовывая вогнутую линию, получаем горловину пельда. И хочу обратить ваше внимание, если 20-22 сантиметра, это будет достаточно глубокий вырез. Если вы хотите меньше, пожалуйста, уменьшайте. Теперь по плечевому срезу. Отступите от верхнего правого угла вниз 4 сантиметра, и соедините с точкой горловины. Оранжевым цветом это будет плечевой срез спинки. Опустившись от точки на 5 сантиметров, получаем плечевой срез полочки. Продолжаем дальше. По линии груди, где мы нашли линию груди, необходимо отступить 2 сантиметра и прорисовать вогнутой линии, соединяя от плечевого среза через точку 2 сантиметра, затем идем по прямой к линии талии и слегка расширяем и выходим к линии бедр. То есть прорисовываем линию бедра. Пройма. От точки плечевого среза опуститесь вниз на 18-20 сантиметров и наметьте. Это будет пройма. То есть до этой точки необходимо будет снизу до точки зашивать боковой срез и остальное остается проймой. Теперь необходимо будет сделать прибавку на кулиску. От точек, полученных с вами зеленым и оранжевым цветом, необходимо будет прибавить по 3 сантиметра. То есть прибавляем вверх по 3 сантиметра и получаем прибавку на кулиску. Для такого платья или туники подойдут ткани и с каким-то цветным крупным рисунком, так и мелким, и в полосочку будет красиво смотреться, и однотонная тоже. И можно использовать разные ткани и шелк, и лен, и вискозу, и шифон. Все зависит от того, какую ткань вы хотите видеть. На этом все. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok